Добрый вечер, Добрый вечер. Ой, добрый вечер, Надежда. Рада, что снова мы сегодня встретились. Тем более, что вот такого плана вебинары, такого плана встречи, они очень душевные, они очень приятные. И помимо того, что есть очень много интересной, практической информации, потому что я не люблю давать что-то такое, что отделено от человека, от психолога, от нашего клиента. Всегда очень важно получить практическую пользу от того, что вы берете себе на вооружение в свою профессиональную копилочку. Ну и плюс, как я вам уже сказала, пожалуйста, включайте в свои консультации притчи и сказки. Это невероятным образом украсит их. Это сделает очень их приятными, эффективными и запоминающимися в глазах клиента. И я уже по своему опыту могу сказать, что очень часто бывает так, что рассказывая, доказывая, объясняя, приводя примеры, вдруг узнаешь, что до клиента дошло не это, а дошла какая-то вовремя подобранная притча, рассказанная к месту сказкой или что-то в этом роде. Поэтому всегда, да, сказки – это чудо. И всегда в моих вебинарах, в моих семинарах учебных и, конечно, в консультациях сказки обязательно присутствуют. Ну что, мы не успели с вами в прошлый раз. Итак, поговорить о том, во-первых, от каких женщин убегают. Действительно убегают. Я это могу сказать с полной уверенностью, потому что ко мне приходят и те, от кого убежали, и те, кто убежал, и рассказывают вот эти вот самые важные причины и о тех женщинах, от которых действительно стоит бежать. Итак, первое. Женщины, которые излишне самоуверенны. Знаете, у них такой тип, такое кредо – у меня всё круто. Такие женщины сразу дают понять, что её самооценка невероятно высока, что она делает глубокое одолжение, что с небес спустилась к мужчине, и вообще он должен быть невероятно от этого счастлив. Не всегда мало времени. Они посматривают на часы, они вечно заняты, с тоской слушают его рассказы и так далее, и так далее, и так далее. Ну, согласитесь, она-то думает, что тем самым набивает себе цену, а на самом-то деле мужчине очень некомфортно с такой женщиной. И он сразу начинает думать, а зачем я ей? У неё и так всё круто. И приходят ко мне такие излишне самоуверенные дамы, начитавшиеся разного рода практических советов, купленных раньше в метро, а сейчас в газетных киосках, как стать стервой и привязать к себе любого мужчину, и страшно удивляются, ведь они же всё делали как надо, всё по правилам, а мужчина сбежал. Всё хорошо в меру, и хороша золотая середина, и с таким же успехом мужчины сбегают и чрезмерно утончённых женщин. Это просто вымораживает мужчину, но заметьте, это не мой сленг, это как раз сленг мужской, вот эта вот утончённость. Она увлекается поэзией, она увлекается авангардным искусством, она знает, как себя вести, она делает ему замечания и правильно ставит ударение. У неё в друзьях из флакона, с винзавода, вот такие же тоже странные, кстати, непонятно, мальчики или девочки, но тем не менее мужчины, которые в большинстве своём склонны к вещам простым и понятным, с такой женщиной будут чувствовать себя, простите меня за это слово, явно конюхом рядом с барыней. Не пойдёт, и не будет он с ней. И может быть какое-то время-то и повосхищается, вау, а с этим же жить как-то надо, а жить с этим достаточно сложно. Очень разные социальные слои и разные миры, поэтому таким утончённым женщинам нужно себе искать и пару утончённую. Чрезмерная правильность – то же самое. Как только узнаёшь эту женщину поближе, всё, её правильность начинает напрягать. Она не пьёт ни капли алкоголя, она не ложится позже 23-х, она ест салаты, потому что мясо вредно, а если уж она ест мясо, то только с салатом. Она ходит на йогу, она занимается собой, у неё постоянно духовные тренинги, и много-много ещё того, что мужчине совершенно непонятно, и в конечном итоге он понимает, что эта женщина явно не его. Следующее – маниакальное желание выйти замуж. Оно действительно маниакальное. Почему так бывает? На самом-то деле, когда ко мне приходит женщина на консультацию, вот с этой проблемой, я очень хочу замуж. Есть масса техник, я вас буду с ними знакомить, когда мы действительно даём женщине понять, она хочет замуж, или её окружение хочет замуж, её мама, семья, сёстры, подруги, кто на самом деле хочет замуж. И вы знаете, зачастую бывает так, что женщина-то замуж и не хочет, но, следуя стереотипам, она пытается действительно угодив, неизвестно зачем и кому, она действительно пытается выйти замуж. А есть те, которые… Да, у всех этих женщин, безусловно, психологические проблемы, они есть у всех нас. Но когда видишь вот эту градацию и понимаешь, почему у неё нет партнёра, мы можем рассказать об этом. И вот это маниакальное желание выйти замуж, оно гонит из её жизни прочь любого мужчину, даже самого терпеливого, потому что мужчина на бессознательном уровне считывает, она глядит на него, как на потенциального мужа. Всё. И когда она со второго свидания говорит, я тебя хочу познакомить с мамой, а то иногда ещё и с папой, а потом, опять же, когда они провстречались месяц, и он сделал действительно такую глупость и оставил её ночевать в своей квартире и с утра обнаружил её зубную щётку, всё, всё. И мы с вами говорили в прошлый раз, мужчины, дистанцоры, аккуратно, очень ненавязчиво мы входим в его жизнь, чтобы он привык, чтобы он не испугался, и чтобы он действительно понял, что с женщиной, которая вошла в его жизнь, ему будет так же хорошо, как и, в общем-то, без неё. И я не побоюсь этого слова, потому что мы с вами, опять же, будем говорить о том, что на разных возрастных этапах у мужчины и разная потребность в создании семьи, не нужна ли она вообще. Поэтому от женщин, которые маниакально хотят выйти замуж, тоже мужчины убегают. Следующий момент. Уверенность в том, а вот эта вот уверенность, опять же, очень часто приходит из стереотипов, которые нам навязывают СМИ, которые навязывают странные фильмы, которые навязывают вружки подруги, или мама, которая не смогла, как ей кажется, прожить хорошо свою жизнь и очень хочет счастья для своей дочери. Так вот, это стереотип о том, что мужчина – это её кошелёк. Она ещё не только её, но ещё и всех её родственниц. Ни один нормальный мужчина, конечно, не позволит заплатить за ужин своей даме, или же за такси, но практически, но абсолютно всем мужчинам не нравится, когда женщина считает его миссией, её содержать и за неё платить. И за неё платить. И очень много, и очень часто бывает так, что женщина, решив, что таким образом, она якобы проверяет мужчину на щедрость, сразу начинает рассказывать ему о больной маме, которой нужны деньги, о том, что она не может ему позвонить, ибо у неё потерялся, или украли айфон, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому для мужчин это сигнал. Она ищет не его, не мужчину, она ищет спонсора, и ищет ещё один кошелёк. Бегут. Бегут. Если только он не заметил в этой самой женщине, тоже какую-то выгоду для себя. Но это уже второй вопрос, и с этим мы тоже будем говорить. Когда женщина, ещё один тип, становится для мужчины мамочкой. У неё огромное желание окружить его действительно тотальным вниманием и заботой. Мужчина это страшно напрягает. Когда он... У него и так с мамой достаточно всегда сложные отношения, когда в его жизни ещё появляется одна мамочка, которая звонит, которая доброе утро, милый, что ты хочешь покушать, как у тебя прошёл день. Господи, первый день хорошо, второй тоже неплохо, а третий, в общем, ай. И когда она постоянно рядом с ним, она названивает, она его лайкает в соцсетях, она приносит домой мягкие игрушки к нему, чтобы окружить его тем же самым, то, в общем, в принципе, бегут. Потому что мужчина рядом с женщиной хочет чувствовать себя именно мужчиной. Да, мы можем проявить и свою заботу, и своё отношение, и свою любовь, но, как я уже сказала, всё хорошо в меру. Тотальная забота ни к чему не приведёт. Следующий тип – учительницы старших классов. Это такая... Ой, женщина, которая, видно сразу, даже по манере одеваться. Это строгий деловой костюм. Всё у нас такое офисное. Ни в коем случае никакой сексуальности. Она ходячая энциклопедия. Она знает абсолютно всё. У неё на всё есть своё мнение. Она не понимает самое простое, что мужчину надо научиться слушать. И у него тоже есть своё мнение. И если она ему нравится, то он очень ждёт от него, от неё, что это мнение будет ей услышано. У неё куча знаний по тому, как прибить гвоздь и по какие-то глубокие познания в механике, в точных науках. Она отлично разбирает в бизнесе, в политике. Но такая женщина может стать другом. Наверное, да. Но вряд ли это станет любимой женщиной, опять же, если только она не найдёт, что называется, ну себе пару мужчину, который будет очень мне это ценить. Но в моей, честно говоря, практике учительницы старших классов чаще всего остаются одинокими. Чрезмерная помешанность на своём внешнем виде. О да, о да. Это женщина, которая всю свою жизнь посвящает служению своему телу. День делится на две части. До салона, после салона. Что мы получаем на выходе? Идеальная кожа, отличное тело и полную пустоту внутри. Она настолько увлеклась наведением внешней красоты, что совершенно не наполнила свой внутренний сосуд. Для того, чтобы её вывести в свет и похвастаться перед друзьями и партнёрами, сгодится. Но для длительных отношений, увы, такой женщины, конечно, недостаточно. Ещё один тип. Убеждённая карьеристка. Здесь всё понятно. Такой женщиной отлично можно обсудить вопросы бизнеса, политики и российской экономики. Цены на нефть, курсы валют. Но через какое-то время мужчина понимает, кроме карьеры у неё нет ничего важнее. Она постоянно занята. У неё мужской тип. Вот именно построение своей карьеры. У неё мало времени. У неё на первом месте, конечно, не семья, конечно, не дети, конечно, не муж и, конечно, не дом. А именно вот построение её карьеры. Поэтому мужчина, в общем, тоже вряд ли с такой женщиной будет связывать свою жизнь надолго. Ну и женщина-моль. Здесь всё понятно, да? Женщина бесцветная, бесшумная, безликая. Вроде бы всё хорошо. И воспитанная, и милая, и домашняя, и семья хорошая. Отчёта мне не хватает, огня в ней не хватает, понимаете? Живости, искорки в ней не хватает. Не должна быть женщина-тень для мужчины. Ни в коем случае. И с такой женщиной-молью мужчина в конечном итоге он становится молью сам. Он вдруг начинает понимать, что он быстро очень старится, что мир становится и серее в своих красках, и вроде бы, ну всё неплохо, и жизнь спокойная, а скучная. Женщина-моль тоже достаточно быстро улетает из жизни мужчины. Ну вот такие самые популярные, пожалуй, типы женщин, от которых действительно мужчины уходят, хотя я не перестаю всегда говорить о том, что никто ещё до конца не изучил, почему люди любят друг друга и почему и куда уходит любовь. Ещё когда-то об этом писал мудрый царь Соломон. Поэтому мы можем с вами видеть какие-то явные ошибки в поведении женщины и каким-то образом ей об этом говорить, подстраховывать, но опять же, жить-то за неё мы не сможем. Можем просто рассказать, а в конечном итоге всё равно свой путь, своего мужчину, своё поведение, конечно, будет выбирать она. И, безусловно, каждый из нас в любом возрасте, сколько бы нам ни было лет, всё равно хотим быть красивыми. Мы тратим кучу денег на свой внешний вид, на одежду, на то, чтобы быть привлекательными, на то, чтобы нравиться мужчинам. Это абсолютно нормально. Но опять же, не могу не сказать, что всё хорошо в меру. Мужчина живёт очень маленькое время с той самой красотой, которую нам пытаются навязать средства массовой информации. На самом деле, мужчина живёт своим состоянием, которое он чувствует, находясь рядом со своей женщиной. И если ему комфортно, если ему приятно, если ему интересно и не напряжно, то она действительно кажется ему красивой женщиной. И именно поэтому так часто мы можем увидеть вполне себе счастливые, благополучные пары, где, например, мужчина может быть абсолютным, писанным красавцем, а женщина вот, ну как бы вот. И тем не менее, живут очень-очень хорошо. И масса красавиц, которые очень-очень одинокие, и которые, и такое сначала делают в своей жизни тип, если мы возьмём из сказкотерапии, разборчивой невесты, когда нам всё не годится. И зарплатка-то у него не та, и выглядит-то он не особо. И вот так перебирают красавицы, перебирают лет до сорока, а потом оказывается, что ой-ой-ой. Поэтому мы всегда помним о том, что да, внешний вид – это важно, но если мы умеем создать и для себя, и для своего супруга комфортную атмосферу, для жизни, то, конечно, такая семья очень-очень имеет все шансы прожить долгую и счастливую жизнь. Могут ли мужчины поменять предпочтения? Могут, могут. Вообще, знаете, как какой-то мудрый человек сказал, самые глупые люди не меняют своего мнения. И это правда. Это правда. Всё меняется. И могут мужчины поменять предпочтения. Но я могу вам сказать одно, что вот если женщине скучно самой собой, если ей тревожно самой собой, ей абсолютно будет с нею так же и мужчине. Поэтому в первую очередь нам должно быть хорошо именно с самим собой. Ну и, конечно, сегодня мы успокаиваем женщин. И опять же, я буду вам показывать техники, когда мы возвращаем женщину к самой себе, чтобы она поняла свою ценность, чтобы она не чувствовала себя ущемлённой, если нет у неё 90-60-90 тех размеров, если не попадает она в те стандартные красоты, которые, опять же, нам пытаются навязать. Да, Елена, уже идёт вебинар, в общем, я тут минут 15 как сижу, распыляюсь, что-то рассказываю. И в данном случае мы можем говорить и о том, что женщины, которые сейчас применяют массу косметических процедур, начиная там с ботокса и заканчивая круговыми радикальными там подтяжками, операциями, совершают очень большую ошибку. Вы знаете, у меня есть пациентка слепая, которая ослепла после ботокса. и вот именно она заставила меня задуматься, а ради чего мы всё делаем. То есть ей хороший косметолог случайно кольнул зрительный нерв, она потеряла зрение. И это ужасно. И я всё время думаю тогда, зачем, если мы нравимся себе, почему мы должны угождать кому-то? Зачем мы испытываем боль? Зачем мы ложимся под нож? Зачем мы рискуем? Только потому, чтобы соответствовать каким-то странным стандартам красоты, которые якобы, если мы этим стандартам соответствуем, принесут нам счастье и любовь. Это полная ерунда. И мы тоже должны обязательно говорить об этом нашим с вами клиентам. Ну и потихонечку, так как я уже, вот есть такая замечательная притча «Четыре жены», я думаю, что вы эту притчу все очень хорошо знаете. Мне не хотелось бы сейчас терять время, но суть этой притчи следующая, что у каждого из нас, ну называйте как хотите, там «четыре жены», «четыре мужа», у нас все это есть, да? Это что такое? Это наш ум, это наше тело, это наши там интуиции или что-то еще. Но в конечном итоге ничего нельзя взять с собой тогда, когда закончится наша земная жизнь. С собой мы берем только свою душу. И вот об этом мы должны в первую очередь думать и говорить. Ну и видите, у Елены тут вообще ничего не видно, не слышно. Хорошо, что я понимаю, что это только у нее такая проблема. Ну и мы в прошлый раз с вами не успели, мы знакомились с вами с колодой «Персона», не успели две техники, я вам сейчас о них расскажу. Техники очень интересные и опять же очень простые. Значит, из «Персоны» мы предлагаем в открытую. Когда к нам пришла женщина, мы эту технику используем вот в каких случаях? Пришла к нам женщина, которая никак не может разобраться. Вот все, она такая перфекционистка, ей хочется быть и хорошей мамой, ей хочется быть и хорошим работником, и хорошей женщиной. И вот везде она как-то чувствует, что что-то ей где-то чего-то не нравится. И мы попробуем ей подсказать. Давай посмотрим. Достань, как ты себя чувствуешь вообще, как женщина, а как ты себя чувствуешь как любовница, не имея права осуждать. Но если она любовница, ну да, значит она любовница. И достань, как ты себя чувствуешь как жена. И вот когда женщина достает, причем осознанно, да, в открытом, достает все эти карты, то ей значительно легче понять себя, а вообще зачем ты живешь, а почему вдруг у тебя есть, например, любовник, насколько он тебе нужен. И вот смотрите, мне вот это вот то же самое было из реальной консультации. Женщина достает себя, посмотрите, какая она. Она чистая, она нежная, она светлая. Видите, первая карта, да, она такая вот рыженькая и очень юная. И здесь она говорит мне, что я вот на самом деле я действительно воспитывалась в очень достойной, хорошей семье, но, к сожалению, муж настолько пренебрегает мной, и я так сильно стала чувствовать вот это вот пренебрежение и свою женскую непривлекательность, что именно поэтому я стала любовницей, а жена вообще ни о чем, да, вот посмотрите на эту жену. И вот когда она любовница, я говорю, а какая вы любовница, посмотрите. Она говорит, а я работаю медсестрой, видите, халатик у нее такой, я любовница главврача. И вот я достала вот эту придурковатую, так и сказала, улыбающуюся, я, говорит, так устала, потому что мне все время надо держать лицо. Он все время меня в любых моментах, точняю, да, в любых моментах спрашивает, хорошо тебе, весело? И я, говорит, все время должна, опять же, пардон, в любых моментах улыбаться и говорить, о да, мне прекрасно, мне здорово. И я, говорит, просто чувствую себя то ли актрисой, то ли клоуном в цирке. Ну и вот она жена, совершенно сумасшедшая. Она, говорит, вы понимаете, во-первых, я устаю на работе, потому что выполняю уже две функции, да, как вы понимаете, и работника, и, соответственно, любовницы. Во-вторых, у меня все время, у меня страшный спорщик муж. Мне все время приходится спорить и отстаивать какие-то свои позиции. Ну, то есть, когда мы посмотрели на все это, говорила она действительно достаточно много, много вспоминала, то, в общем, мы вдруг поняли, что самое лучшее ее состояние это вот, это персона. Это персона, мы еще с вами в прошлый раз не доделали с персоной, поэтому я вам показываю. Достает по одной. Мы говорим, достаньте, пожалуйста, как вы себя ощущаете, как женщину. Достала, в открытую, помним, да? А как любовницу достала, а как жену достала, разложила и, соответственно, рассказывает. И вот после всего мы вдруг поняли, что посмотрите, как ей прекрасно просто быть женщиной без вот этих вот. Давайте говорить откровенно, что муж, что любовник, это совсем не те люди, которые, в общем, украшают ее жизнь, даже в сравнении. Ну, что, мы не можем сказать, давай, бросай того и другого, правда? Но, тем не менее, женщина сама, в общем, потихоньку до этого доходит. И так как мы потом в дальнейшем посмотрели много техник касательно выбора, можно образ женщины, можно, можно путь к себе замечательная, генезовская колода, можно анима, израильская колода, любую. Но так как мы с вами начинали от простого к сложному, то вот я вам и рассказываю по персоне. И вот моя клиентка, мы с ней так хорошо поработали, посмотрели, вы знаете, через какое-то время она действительно уехала, она бросила этих двух странных мужчин, которые непонятно, почему встретились в ее жизни. Она сменила профессию. В общем, сейчас у нее нет мужа, но у нее достаточно теплые, стабильные отношения. И что удивительно, она говорит, я раньше так хотела замуж, и сейчас я замуж категорически не хочу, потому что меня очень и очень все устраивает. Бывает и так, бывает и так. В группе можно, но кто вам в группе скажет, я вот такая любовница? Не каждая склонется, да, у меня есть любовница. Не, ну кто-то, конечно, похвастается, это понятно, но в принципе, в группе тоже можно, просто немножко запросы должны быть другие. Очень простая техника, и в то же время очень помогает женщине себя понять. Также вы можете убрать любовницу, если ее нет в жизни, и сказать, я мама, я работник, я жена, я женщина, я человек, я подруга. Можно достать вот на такие критерии, посмотреть. То есть здесь нет никаких образцов и шаблонов. Все, как вы чувствуете, все зависит от запроса вашего клиента. И еще одна очень хорошая техника, она тоже достаточно простая, я ее сделала после того, как заканчивала обучение коучингу, что мне совершенно не понравилось, и так как мне хотелось хоть как-то коучинг приблизить к чему-нибудь душевному и человеческому, я сделала много техник, которые сочетают метафорические карты и приемы коучинга. Получилось хорошо, не побоюсь этого слова. Для чего мы делаем эту технику? Это техника для того, чтобы примирить непримиримые стороны. Например, двух подруг, двух сестер или маму и дочь. Вот мама и дочь бывает чаще всего. И с чем ко мне приходят? Женщине уже за 40, она по-прежнему живет с мамой, у нее нет личной жизни, но мама ей настолько внушила, что она ей должна, то есть дочь мамы, да, потому что мама-то растила ее и замуж не вышла. И вы понимаете, этим двум женщинам действительно уже тесно. И ни одна, ни вторая полноценно не проживает свою жизнь. И тогда мы в открытую просим достать свой образ, как ты себя ощущаешь. Вот видите, в данном случае вот такая черненькая девочка. Мама, ну вот мама тоже у нас такая веселая мама. А вот третий образ – это такой мудрец. Кого вы считаете мудрецом в своей жизни? Может быть, это просто мудрец, а может быть, это кто-то из ваших близких, например, бабушка. И вот мы их раскладываем в пространстве и просим клиентку сначала побыть в своем собственном образе и вот сказать маме все, что она думает о ее жизни, о том, как она вмешивается в ее жизнь, о том, сколько у нее к ней претензий. Вот сказать можно даже то, что ты стесняешься сказать ей или при каких-то обстоятельствах жалея маму, да, ей не говоришь. Вы знаете, получается невероятно. Если женщине действительно удалось войти в образ, это такой поток всего. Иногда мне прям страшно, какой поток обвинений. Вот честное слово. Потому что все-таки, как ни крути, но каждая мать в большинстве с вами, да, хочет счастья своей дочери, а тут вот получается вот такое. Но дочь уже выросла, она в опеке не нуждается, ей очень хочется сильно свою семью. И она реально рассматривает маму как помеху своему личному счастью. А это не годится. И вот когда она побыла в этом состоянии, все рассказала, все претензии высказала, дальше самое сложное. Дальше мы просим ее перевоплотиться и побыть в лице своей мамы, в образе своей мамы. А как с ее точки зрения она смотрит на свою дочь? Это, знаете, получаются удивительные вещи. Женщина вдруг начинает понимать многие поступки, которые совершает ее мать. И тогда она, да, будучи как бы в образе матери, говорит ей, тебе 40 лет, ты все время живешь со мной. Ты не способна ни на какой решительный шаг. Ты все время плачешься мне в жилетку. Ты и так далее, и так далее, и так далее. И женщина вдруг начинает понимать, что в ее-то жизни не только мама виновата, но и у нее полно ошибок, которые она категорически не хочет замечать. А вот третий образ. Мы предлагаем нашей клиентке побыть в образе третейского судья. Когда ему совершенно все равно, что мама, что дочь. Он смотрит на ситуацию свысока и действительно дает очень важный совет и дочери, и маме. И вот если вам удастся провести эту консультацию, вы увидите, я имею в виду технику данной консультации, вы увидите какие-то совершенно поразительные вещи. И у меня было несколько раз, что прямо после консультации, еще не простившись со мной, дочери звали маму. И это была такая вот, вообще какая-то очень для меня приятная ситуация. Потому что вдруг оказывается, что мать-то не враг, а просто вот и ты тут на минуточку, не девочка маленькая, да, и ты такие обстоятельства для своей жизни создала. И в общем получается очень хорошее примирение и здорово. Есть такая техника, тоже вам обязательно потом, может быть, покажу. Именно с конкретной консультацией вы увидите, насколько здорово это выглядит. Ну вот, собственно говоря, то, что я вам, да, не успела рассказать в прошлый раз. А сейчас я вам загружу благополучненько наш с вами сегодняшний вебинар. А пока я вам загружаю, чтобы вам было не скучно на все это смотреть. Значит, смотрите, есть такой очень хороший, очень хороший тест, который называется «Мой характер». Вот вы имейте в виду, вообще клиенты любят, чтобы мы давали им разного рода тесты, мы их проверяли, они прям вот такие-такие, разэдакие. Вот я вам сейчас скажу один тест, и вы попробуйте на себе. Кстати, говоря, не все тесты совпадают, но вот этот вот чаще всего действительно очень-очень хорош. Значит, суть его такая. Вот сейчас, только вы мне не пишите, вот вас сейчас 58 человек, если вы мне сейчас напишите все числа, которые вы загадали, я просто до конца завтрашнего утра буду их разбирать. Вы протестируйте себя сами. Значит, пусть каждый из вас просто наугад напишет или представит любое число от 1 до 9. От 1 до 9. Представили. И вот каждый, кто себе это число представил, я сейчас вам очень коротенечко скажу, кто вы есть на самом деле, а вы мне скажете, совпадает или нет. Вы можете просто написать, а можете для себя отметить. Итак, кто число 1 загадал? Это люди, прирожденные лидеры, активные, амбициозные. Они стараются всегда занять первые места, и это число победителей. Кстати, иногда бывает и тиранок. Число 2. Люди эти, как правило, мягки, артистичны, обаятельны, легко приспосабливаются к обстоятельствам, но им иногда свойственна пассивность. Они больше склонны к размышлениям, нежели к действиям. Число 3. Эти люди энергичны, талантливы, дисциплинированы, добиваются часто больших успехов, по характеру гордые и независимые. Число 4. Люди этого числа смотрят на вещи с особой точки зрения, что позволяет им находить скрытые детали. У них есть всегда свое мнение, и иногда они могут быть спорщиками. И, в общем-то, часто одиноки и не очень дружелюбны. Число 5. Люди этого числа крайне чувствительны. Обычно они по натуре живые, импульсивные, склонные к риску и ценят удовольствие, легко возбудимы и бывают подвержены нервным расстройствам. Как правило, в бизнесе очень хорошо преуспевают, и от всяких неудач они застрахованы. Число 6. Гармоничны, взвешены, располагают к доверию, правда, бывают слишком упрямы. Романтичны, влюбчивы. Их интересы в большинстве своем сосредоточены на доме. Ну, и им присущ хороший вкус. А какие карты-то? Елена, мы про карты уже закончили. У нас тест. У нас тест. Так, число 7. Это символ удачи и оккультных знаний. Люди этого числа часто бывают мыслители и философы. Они буквально погружены в собственные мысли и немножко оторваны от окружающих. Число 8. Этих людей отличает большая силу воли, индивидуальность, некоторая холодность и отстраненность, хотя на самом деле они способны на горячие чувства. И число 9. Прирожденные борцы активны, смелы, цареустремленны и, как правило, побеждают. Эти люди способны на самые нежные чувства по отношению к своим близким. Вот вы знаете, сколько я тестировала и клиентов, и иногда, когда время есть, и психологов на обучении. Очень подходит. Вот первый тест у меня в жизни, который действительно почти, почти. Есть, конечно, исключения, понимаете, да? А вообще очень сильно подходит. Так что этот тест у вас тоже будет, естественно, в ваших... Елен, я уже поняла, все в открытую, все в открытую, к предыдущей информации. Вот, так что этот тест у вас будет. Ну что, поехали дальше. Итак, что мы должны знать о мужчинах? У каждого мужчины, равно как у каждой женщины, вот, видите, с возрастом меняется поведение. И если мы об этом знаем, супер, значит, мы и знаем, чего от них ждать. Итак, мужчины в возрасте от 18 до 24. Рассвет сексуальности. Женится на той женщине, которая их больше всего возбуждает. Ему здесь важна техническая сторона в жизни. Ну, соответственно, как вы понимаете, и очень важно, что скажут приятели. Поэтому в таком возрасте для мужчины сексуальная сторона. И, в общем, эта часть жизни весьма и весьма важна. Какой ключ к этому мужчине? Ну, какой ключ? Восхищение. Вот это самый главный ключ. Причем восхищение абсолютно всем, как вы понимаете, да? Если ваш муж подходит вот под такой тип, и даже несмотря сколько бы ему ни было лет, в душе ему все равно 18, не удивляйтесь, если вдруг он будет заводить уже в таком возрасте постарше кучу любовниц. Потому что вот это вот такой тип. И вот иногда они его перерастают, собственно говоря, а иногда нет. Вот, поэтому главная задача женщины, если любит мужчину, ну, это просто как-то пережить, по-другому никак. Значит, что женщины у нас от 18 до 24 лет? Я специально сделала на контрасте, потому что вы увидите, насколько меняется, да, и насколько разные потребности мужчин и женщин в одинаковые возрастные периоды. В этом возрасте женщины совсем другие. Их главная потребность выйти замуж и родить детей. Так устроена природа. И даже самая независимая бунтарка все равно в этом возрасте выйдет замуж. Кстати говоря, опять же, в этот возрастной диапазон, женщина не очень помешана на сексе. Для нее все-таки важнее получить именно то, в чем она чувствует свою нехватку. Вот, соответственно, если она из бедной семьи, ей важно получить материальное положение. Если у нее не было отца, она будет искать в мужчине отца. И так далее, и так далее. Поэтому, если вдруг мужчина женится на женщине в таком возрасте, а сам старше ее, то он должен понимать, что ей необходимо дать нехватку того, в чем она действительно нуждается. Вот. Ну вот, собственно говоря, вот такая вот разница в этот возрастной период. Значит, мужчины от 25 до 37. В этот период мужчины активно строят карьеру. Личная жизнь на втором плане. И даже если у него там есть любовница, это ни о чем. Это так, для престижа и для снятия стресса. В семейной жизни все. Им хочется спокойствия, упорядоченности. И очень важно в этот возрастной период женам не доставать по пустякам. Оценить то, что мужчины делают для семьи. Потому что это период добытчика. И ему очень важно, чтобы любимая женщина это видела, потому что его любовь проявляется таким образом. «Заработал на новую мебель?» Он вам сказал «люблю». «Починил кран?» «Люблю». Если женщина не понимает и не ценит, мужчина в этот период найдет легко другую женщину. Поэтому здесь важно увидеть вот эти качества мужчин. Что же женщины от 25 до 37 лет? В это время женщине нужна конкретика. Что будет, когда будет и почему. По амбициям и темпераменту, вот тут как раз женщины в этом возрасте похожи на мужчин от 18 до 24. Они стремятся многого достичь, они стремятся сдать на права, они стремятся завоевать свое место под солнцем. И, конечно, здесь происходит раскрытие и сексуального темперамента. И это очень-очень важно. Поэтому тоже видите, как разнятся возрастные периоды мужчин и женщин. Значит, мужчины от 38 до 46 лет. Это тот возраст, когда мужчина пытается догнать то, что, по его мнению, было упущено. А когда было упущено? От 18 до 24. Конечно, это не значит, что такие мужчины бросятся во все тяжкие, но все-таки от таких мужчин можно ожидать весьма многое. Поэтому женщине с таким мужчиной надо, если она чувствует, что он пытается что-то преуспеть, в чем не успел раньше, попытаться как-то это компенсировать. То есть восполнить ту нехватку, чего ему не хватает. Что же женщины от 38 до 46? А здесь они похожи на мужчин от 25 до 37. Помните, когда они строили карьеру, когда могли заводить любовников, в том случае, если вдруг никто не ценит их усилий. Вот в этом возрасте женщине очень важно, чтобы ее в семье ценили, ценили ее достижения, как в материальном плане, так и в чем-либо другом. Поэтому здесь для мужчины это, в общем-то, тоже такой сигнал, что если ваша женщина находится в таком возрастном периоде, это ее познание земного бытия, и нужно оценивать все, что она делает. И вот в этом есть и понимание, и ключ к ее любви. Ну что, дальше интереснее. Мужчины от 47 до 59. Мужчины в этом возрасте либо возвращаются на этап 18-24, если хватает здоровья, либо становятся настоящими зрелыми мужчинами, которые ценят нежность, жену, детей, семейный быт. И вы знаете, у меня есть немало пар, когда жене хватило мудрости пережить весь цепнот молодости мужа. И вот к 45, к 47 годам он устаканился, и вы знаете, его любовь к ней совершенно безмерна. И благодарность, и покаяние за то, что он, в общем, ей доставил, и понимание, насколько мудрая женщина, и здесь просто начинается вторая молодость. Есть такие пары, и приятно на них очень смотреть. В этом случае, если действительно мужчина ценит семейный блюд, он зрелый в этом отношении, мужчина переживает рассвет и наслаждается всеми гранями жизни. И после 60 лет этот этап продолжается. Поэтому при успешном развитии мужчина, конечно, в таком возрасте духовно созревает, или же идет к этому. Будет большой ошибкой вспоминать ему грехи прошлого, если вы с ним остались жить, и тянуть этими воспоминаниями его назад. Что же происходит у женщины? Посмотрите, какая большая разница. А вот женщины в этот период, вообще они очень по-разному его переживают, и женщина начинает вдруг чувствовать, что красота на самом деле, конечно, уходит, появляются лишние морщины. В общем, что говорить. Мы этот период переживаем значительно сложнее, чем мужчина. И вот в этом возрасте женщины очень склонны к крайностям. Иногда считает это она, что жизнь прожита зря, все ей представляется в мрачном свете, она может плакать, подать депрессию, но не забудьте, да, тут же еще климактерические моменты приходят. Вот, она может быть недовольна собой, окружающими и так далее, и так далее. Бывает так, что состояние депрессии чередуется с состоянием эйфории, вот, и вдруг у нее от ненависти до любви один шаг к мужу. И, в общем, и на эйфорию надо тоже реагировать спокойно. Это такая отдача после депрессии. Нет, это не я жестко, не я жестко, мне 48. Я к тому, что часть женщин считает, что с 47 лет у нее уже началась старость, и что ей уже ждать и ловить нечего. Я об этом, да, какие особенности у женщин бывают вот в разные временные рамки. То же самое бывает женщины, которые весьма и весьма в этот период активны, они достигли очень хорошего рассвета в карьере, они совершенно не чувствуют свой возраст, и здесь с ними действительно становится хорошо жить, потому что они уже многое поняли, плюсы-минусы заметили, к мужчине лишний раз не придираются и становятся вот такими достаточно мудрыми. Но, к сожалению, очень часто бывает так, что женщина вот в этот возрастной момент вдруг начинает чувствовать себя совершенно, ну, понятно, да, непривлекательной и так далее. Работаем с этим, обязательно работаем, потому что вы знаете, что у нас есть и биологический возраст, и психологический возраст. И мне очень нравится, что сейчас доказано, что то, что нам придумали болячки, наш внешний вид и так далее к старости, это реальная кодировка населения. Очень многое зависит от генетики. И у нас с вами есть масса примеров, когда уже далеко за 80 мужчины они зрелы и они активны во всех отношениях. И мы видим 40-летних, отрастивших пузо, лежащих на диване с бутылкой пива, которые и уже состарились значительно, да. И то же самое происходит с женщинами. Вот, поэтому вот этот период все-таки женщины переживают значительно тяжелее, чем мужчины, так как сильно зациклены на внешности, поэтому это оправдано. После 60-ти и мужчины, и женщины либо продолжают свое развитие, либо продолжают свою деградацию, в полном смысле этого слова. Мужчина все больше впадает в депрессию, понимая, что он тоже старится, уже здоровье не то, он многое не успел. И, простите, будучи явно в неактивном состоянии, он все еще пытается бегать за женщинами, как по тому анекдоту. Как бегать помню, а зачем уже забыл. Вот это вот, об этом. Ну, а женщина продолжает все больше и больше впадать вот в эту вот депрессию, махнуть на себя рукой и, в общем, понимая, что жизнь уже закончилась. Вот, здесь, конечно, очень важно внимательно следить, если ты любишь своего партнера, за такими вот тревожными сигнальчиками, которые могут говорить и о приближающейся деменции, и о том, что если у женщины там в 48, в 49, в 50, в 55 начинаются депрессии, да, начинаются там какие-то истеричные моменты, за этим надо последить, потому что в дальнейшем они могут усилиться и перейти в достаточно тяжелые заболевания. Так что все это сейчас можно купировать и, в общем, с этим как-то работать. Ну и что? То же самое с мужчинами. Поэтому, вот видите, здесь у нас на экране очень довольная и счастливая пара. Но на самом деле никто, ни один психолог не поможет человеку, если он вдруг вот решил для себя, что вот он уже все, жизнь его кончилась. Да, мы с вами помогаем только тем, кто действительно хочет, чтобы мы им помогли. У меня есть пары, где мы, ну скажем так, не сексуальные отношения оживляем, а мы все-таки оживляем отношения вот эти вот душевные, духовные, которые иногда, конечно, с возрастом пропадают, но если люди хотят быть вместе, если они идут к специалисту за этим, то, конечно, здорово. Конечно, мы с вами обязательно в этом помогаем. Вот такие вот возрастные градации, о которых все-таки мы должны с вами знать и нашим клиентам рассказывать, что все, в общем, зависит не от того, что скверный характер, а многое зависит и от того, в каком возрасте человек находит. Ну и, конечно, чего хотят женщины. Чего хотят мужчины, мы с вами прекрасно сейчас поняли, а женщины, в общем, тоже хотят, и об этом тоже нужно знать. И я всегда против того, что нам пытаются, опять же, навязать, мы должны делать все, чтобы удержать, а для нас делать ничего не надо. По мне, так лучше одной, лучше жить одной, если я чувствую, что мужчина, который рядом со мной, делает меня счастливой. И я не понимаю вот эти вот, опять же, в угоду кому-то невероятные усилия, лишь бы быть замужем. Соответственно, обязательно, когда женщина только собирается замуж, мы говорим ей о том, что посмотри на своего мужчину. Какой он? Если он пьет, он будет пить. Если он курит, чаще всего он будет курить. Если он гроб, он будет еще хуже и так далее, и так далее. Не надо думать, что ты кого-то переделаешь. Никогда. И опять же, когда ты выходишь замуж, если ты плохая хозяйка, скажи об этом. В хозяйстве я не очень, зато я в чем-то другом мастерица. Тогда не будет фрустрации, тогда не будет того, что «Говорила мне мама, что ты такой». А при чем тут мама? Ты сама все видела. Но это опять же, вот, кто-то виноват, кроме меня. Так чего же хотят женщины? Все-таки в большинстве своем мы хотим, чтобы мужчина нас слушал. Ну, хотя бы иногда, хотя бы какое-то время слушал нас не как призыв к какому-то немедленному действию, а просто послушал по-человечески. И здесь я всегда привожу в пример очень смешную историю, когда подруга сказала своему мужу, что, простите, за попу ее схватил начальник. Он говорит, сейчас пойду и убью. Она говорит, господи, какой ты дурак. После этого позвонила своей подруге. Она сказала, слушай, ну какой ужас, надо же, у меня тоже такое было. И женщина совершенно удовлетворенная подумала, вот какой мой дурак и какая умная подруга. То есть мы не призываем, чтобы кто-то сразу бежал и делал какие-то действия. Но чтобы послушали женщину, конечно, это важно. Женщине хотя бы иногда все-таки нужно говорить о женской привлекательности. Опять же, мы с вами говорили о том, что лучше один раз делать, чем объясниться в любви на пустом месте. Но какие-то вещи, чтобы женщина чувствовала, что она у мужчины любимая, конечно, надо говорить. И вот в этом смысле есть личный жаргон, лексикон. Только не надо при всех говорить здравствуй, пупсик, или муж такой же, при сотрудниках что-нибудь говорить своей жене. Но какие-то кодовые словечки, которые понятны, только вам, безусловно, надо иметь. Они якори. Они якори, которые каждый раз напоминают, что ты любимый, ты любишь. Что еще нужно? Обязательно мы говорим о том, что женщине действительно нужно доказывать, что ее любят. Не только словами, но и делами. Но здесь все хорошо в неру. Там прыгнуть в цейфельную башню, это, конечно, не доказательство, а дурость. Но, как мы уже говорили, поскольку женщина все-таки преследователь, то для нас очень важно, чтобы с нами не разрушали, или вернее, не разрывали контакты вот так, без предупреждения. Я всегда говорю своим клиентам, если он не звонит, он не потерял ваш телефон, он не забыл его, он не потерял память и не попал в автомобильную катастрофу. Он просто не хочет вам звонить. Ну, мы же надеемся. И я говорю, что ваш мужчина просто трус, что он не может объяснить вам об этом. Поэтому все-таки для женщины важно, если уже вы решили закончить отношения, ей надо об этом сказать, не боясь скандалов или чего-то другого. Конечно, женщине нужна уверенность в завтрашнем дне. Мужчина, который все время ищет себя, которого не ценит ни на одной работе, который не может строить общие планы на будущее, который не демонстрирует заботу о тебе и о твоих детях, это, в общем, не тот мужчина, с которым можно связывать жизнь. Ну, вот у меня сегодня была клиентка, она рассталась с мужчиной, потому что он курил травку. Он был всем хорош, у него были деньги, он не впадал в какое-то безумное состояние, но он курил травку. И она сказала, как бы я его не любила, человек, который курит травку, для меня ненадежен. Я согласна. Я согласна на 100%. Женщине обязательно нужно быть самостоятельной, то есть позволить ей быть самостоятельной. Не превращаться в папочку, который водит за руку и говорит, что делает. Не превращаться в Бэтмена, который тут же будет решать ее проблемы. Нам все-таки всегда нужно иметь право выбора, и это очень и очень важно. И все-таки женщине нужно позволять иногда быть слабой. Для меня, например, важно, как мужчина рядом со мной себя ведет. Поможет ли он мне одеться, подержит ли он мне дверь, подаст ли он мне руку. Я должна чувствовать, что женщина, не важно в браке ты, не в браке, сколько лет вы вместе, но это очень и очень важно. Вот этот вот момент, когда ты можешь довериться мужчине даже в таком, это очень и очень важно. Ну и вы, наверное, хорошо знаете вот эту вот замечательную притчу, которая называется «Десять коров». Я ее достаточно часто рассказываю, и на самом деле она очень красивая, когда два друга решили отправиться в плавание, чтобы найти себе жен. И вот когда ветер пригнал их судно к острову, то они увидели, что у вождя племени было там две дочери. Старшая была писаная красавица, ну а младшая, в общем, была так. В сравнении с ней не шла. И один из друзей сказал, я больше никуда не поплыву, я останусь здесь, и я нашел свое счастье, я женюсь на дочери вождя. А второй друг сказал, о да, ты сделал отличный выбор, ведь старшая так хороша собой, надеюсь, ты с ней будешь счастлив. Но товарищ возразил и сказал, да нет, я хочу жениться на младшей. Друг очень удивился, но ведь младшая это ни о чем, она ни в сравнении ни к какой не подойдет. Это мой выбор, сказал его друг и остался на острове. В поисках своего счастья второй поплыл дальше, а его товарищ пошел свататься к вождю. И в этом племени было принято отцу невесты за девушку давать выкуп. За хорошую невесту давали аж 10 коров. И тогда юноша пригнал в вождю 10 коров и сказал, я прошу у тебя руки твоей дочери. Согласен, ответил вождь, моя старшая дочь стоит 10 коров. Ты меня не понял, ответил юноша, я прошу руки твоей младшей дочери. Теперь пришлось удивляться отцу девушек. Но ведь старшая намного лучше. Если ты хочешь жениться на младшей, я возьму только 4 коровы, она не стоит больше. Но юноша настоял, чтобы выкуп за девушку был именно 10 коров. Прошло несколько лет, и друг решил навестить того, кто остался на острове и женился на младшей дочери. И когда его корабль подплыл к острову, первая, кого он встретил на берегу, была прекрасная женщина небывалой красоты. Он спросил ее, как найти друга, и женщина указала ему дорогу. Друг очень обрадовался, увидев своего старшего товарища, стал показывать дом своих детей, и к тому времени их было четверо. «Ну ты счастлив?» – спросил его товарищ. Очень ответил друг. И в этот момент в хижину вошла та самая прекрасная женщина, которую товарищ встретил на берегу. «Знакомься, это моя жена. Ты, видимо, женился еще раз?» «Нет, это все та же самая женщина». Товарищ присмотрелся и действительно узнал в красавице ту невзрачную девушку, которую видел много лет назад. Он подошел и спросил, «Прости за бестактность, но как ты стала такой прекрасной, что тебя изменило?» И она ответила, «В один прекрасный день я поняла, что действительно стою 10 коров, и у меня не было никакого выбора, как снова стать красавицей». Ну то есть вот такие, да, очень красивые есть притчи и сказки, и на самом деле, конечно, так и есть, так и есть. Так, молодожена спускается с трапа самолета. Да, дорогой, давай представим, что мы женаты давным-давно, давай, тогда неси свой чемодан сама, да, Татьяна? На самом деле это так и есть. Это так и есть. Но, как я вам уже сказала, при всем при том, что мы с вами что-то должны делать для своего мужчины, в своей семье, совершенно верно, так и мужчина обязан делать для нас. То есть это игра в двух воротах, это не игра одного партнера и так далее. Поэтому, конечно, у нас есть важные правила и для мужчин, и для женщин. Но вот эти правила, которые сейчас я вам скажу, они действительно очень важны. Нельзя переделать своего мужчину, не пытайтесь, может быть на какое-то время, но вы истратите кучу нервов, и любовь однозначно уйдет. Вот берем таким, какого встретили, просто поймите, готовы вы с этим жить или не готовы. Во-первых, у него много лет формировалась привычка, во-вторых, он сам уже не ребенок. В-третьих, очень часто бывает так, что мы берем не мужа себе, да, а мы берем себе ребенка на воспитание. Это смешно на самом деле. Поэтому, конечно, мужчину мы не переделываем. Второе, поощряем. Я не могу сказать, что он лежит на диване, а я скачу вокруг и говорю, боже, боже, ты лежишь гениальнее всех. Ну, конечно, это уже перебор, да, но то, что мы все-таки поощряем мужчину, это очень важно. Это очень важно. И когда говоришь, что живешь с гением, то да, через какое-то время так и бывает. А когда ты говоришь, что живешь с козлом, то ты увидишь, что у него действительно скоро во всех смыслах вырастут врага. Конечно, мы избегаем повторяющейся критики. Это ни к чему не приведет. И ты, и твоя мама, и вот эти вот фразы, это, ну, это разрыв в семье, понимаете. И каждый раз вот эти фразы, а мы с вами обязательно прям их будем заучивать, что нельзя говорить категорически. Во-первых, мужчина скоро перестанет реагировать на вашу критику. И во-вторых, вы увидите холодность и безразличие, потому что он просто закроется. Все хотят нравиться и все хотят, чтобы их любили. И повторяющаяся критика никому не нужна. Ну, мужчины склонны к активным времяпрепровождению. Для меня это правило спорно. Иногда они вот так вот овощем лежат. Ну, что теперь делать? Вернитесь к правилу первому. Вы видели, что не лыжник он и не хоккеист. Ну, значит, что иди есть, то и с тем мы живем. А вот говорить с мужчиной прямо и конкретно, а совершенно согласна. Потому что вот этих вот наших сама придумала, сама обиделась. Ну, да, лежишь гениально, я так иногда говорю. Мужчины вообще не понимают, они конкретные. Понимаете, вот как я вам рассказывала. Меня начальник ущипнул за попу. Блин, пойду, убью. Что еще вы хотите, чтобы он сделал? У него мозг так настроен. Поэтому, если ты что-то хочешь, не намеком, а нормально, красиво скажи, чего тебе надо. Ну, а дальше уже не как Бог пошлет. И, конечно, у нас лучше развит и ассоциативный ряд, и у нас лучше развита воображение, интуиция. Поэтому ему достаточно сложно нас понять, если мы так, с причудами. Мужчине обязательно надо давать право на личное пространство и на личное времяпровождение. Гараж, рыбалка, охота. Сколько угодно. Это его счастье, это его кайф, это его шоппинг, как для нас, понимаете. Поэтому он будет вам многократно благодарен вот за это. И если он ушел в гараж, не надо каждую минуту звонить и говорить, когда ты придешь. Ну, согласитесь, это глупо абсолютно. Поэтому личное пространство обязано быть. И нельзя звонить каждую минуту мужчине. Нельзя. Пупсик, где ты? Пупсик, куда ты? Пупсик, когда ты придешь? Ну, это чудовищно. Я не против заботы. Я понимаю, что там, ну, раз в день, ну, перед уходом с работы можно созвониться. Но вот это вот, что я иногда слышу, как жалуются мужчины. А еще, представляете, начитаются такие странные женщины, опять же, разных советов, понимаете, да? И засовывают ему пардон, нижнее бельишко, куда-нибудь в кармашек пиджака. И он потом случайно, прилюдно, он же не знает, что там, достает, блин, красные круженные труселя. То есть, ну, 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 что это такое? Ну, просто удивляюсь. Хотя понимаю, конечно, что женщина хочет как лучше. Но Черномордин был гений, да? Хочешь как лучше, а получается, как всегда. Ну, и следующее абсолютно железное правило. Абсолютно разберись в своих чувствах и желаниях. Это действительно так и есть. Не надо приписывать ему то, чего он не хочет. Вот это вот сама придумала, сама обиделась, это действительно так и есть. Для себя скажи, чего ты хочешь? Если ты себе не можешь ответить на этот вопрос, ну, как же ответит мужчина на этот вопрос? Вы знаете, я очень хочу, не знаю, слышали вы это стихотворение, но оно мне невероятно нравится. Написала его Екатерина Довлатова. Я, собственно говоря, им и буду заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Много хочу вам сказать. И даже если вы не успеете прийти или по каким-то причинам не придете на наши последующие вебинары, все равно хочется вот в эти два часа, как вы понимаете, это совсем мало, сказать вам как можно больше и дать информацию как можно больше. И вот нашу сегодняшнюю встречу хочу закончить действительно очень хорошим стихотворением, которое так и называется «Мужчинам непросто». Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто. И можешь кидать в меня кучу камней. Ты принца рисуешь высокого роста, Чтоб молод, богат был и всех веселей. Мужчина не должен и дальше по списку. За нас написали уже в соцсетях. Букеты из роз с романтичной запиской. Айфон, кстати, новый, вот вышел на днях. От них в 25 ждут огромных успехов. Машины, квартиры, где-нибудь дом. И вовсе не важно, какие помехи, Своим ли он нажил все это трудом. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто. Им плакать нельзя, говорить про печаль. В них много нельзя, что нам, девушкам, можно. Нет, я в восхищении, мне их не жаль. Они даже терпят больных истеричек, Что шарят в карманах, смотря телефон. Мужчины прощают так много привычек, А многим совсем отвратительный тон. Я знаю мужчин по-серьезному верных, Но их почему-то совсем не везло. Влюбляются в глупых, коварных, нелепых. И все потому, что таких большинство. Поэтому им не хотелось жениться. Пусть дело идет от ЖЖ к тридцати. Телами успели они насладиться, Но что-то за грани никак не найти. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто, А умным еще и труднее в сто крат. Им мало лица, красоты или роста. Они, как и ты, идеальных хотят. Есть притча о старом-престаром мужчине. Ему девяносто, а он не женат. Вы что, не нашли идеал? Перед смертью спросили. Нашел идеал, но так долго искал. И что же она? Отказала вам просто? Увы, отказала. Была занята. Она все искала. Мужчину высокого роста. Чтоб молод, богат был. Ну, в общем, мечта. И я вам скажу честно, я, девочки, женщин все-таки люблю меньше, чем мужчин. Потому что мужчина это самое лучшее, что Господь нам послал. И мужчина это то, что дает нам ощущение себя, ощущение радости. То, что может действительно нас делать вот именно состоятельной и счастливой. Поэтому, наверное, говорить о том, что берегите мужчин, ну, у нас не старый советский кинофильм. Но все-таки, когда каждый раз мы говорим своему мужу, ты должен, вспомните это стихотворение и подумайте, что им очень и очень непросто. И хотя, как я всегда говорю, рожаешь мальчика, воспитываешь мужа и воспитываешь солдата, все равно своих мужчин, мне кажется, мы должны очень и очень беречь. Вот это все, что я вам успела сказать на сегодня. Ну, мне кажется, если бы я все это говорила значительно быстрее и гнала, было бы не так хорошо. Ничего, что я так не скромна, да? Вот. Поэтому, наверное, еще будет интереснее, что у нас осталось очень много техник, очень много колод, очень много интересной информации, которая интересна не только вам, как специалистам, но она в первую очередь интересна и нам с вами, как женщинам в большинстве своем, да? Потому что вот Сергея пока только увидела, больше мужчин-то как-то и не заметила. Спасибо, что были с нами, спасибо, что нашли время. Всего доброго, до свидания, рада была всегда с вами пообщаться. Спасибо огромное, Виктория Анатольевна. И сейчас мы расскажем, как дальше приходить на вебинары. Так, 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 остаемся. И кто у нас на курсе, вот дальше, я думаю, что и техники сага, да, тоже расскажете. Вот. Обязательно. Поэтому включайтесь на следующий вебинар, сейчас я расскажу подробнее. Онлайн-курс состоится 20, 21, 27, 28 февраля, с 20 до 22 по Москве. После обучения будет сертификат участника вебинаров. Третий вебинар будет презентация основных колод для консультирования партнеров. И ох, и танду, и субличности, и дуэт, анима, протида. Это все колоды, с которыми вы познакомитесь, и Виктория Анатольевна расскажет тоже, что и для чего они нужны, да, и что с ними можно делать. Четвертый вебинар – законные отношения. Там тоже про любовь и тоже будут техники для работы в партнерском консультировании. Пятый вебинар – про развод, конец или начало. Тоже основные причины разводов. Техники, про измены. Также будет информация о технике. Будут 7 стадий развода, разводы дети, правила позитивного развода. И шестой вебинар – подведение итогов. Тоже будут дополнительные техники, ответы на вопросы. То есть очень интересный вебинар. У нас собирается замечательная группа. И включайтесь тоже. Как раз сегодня еще есть акция. Сертификат тоже будет после обучения. Стоимость первого пакета – это участие во всех вебинарах. 7 тысяч рублей, 3200 гривен. Кто из Украины, тоже для вас удобнее. Пакет B – участие во всех вебинарах. И сертификат участника – 94 тысячи гривен. И пакет C – 12 и 5450. Но акция действует до 15 февраля. То есть кто у нас успел уже в группе есть. И кто сегодня подаст заявку. И вы можете оплатить сегодня или завтра. То у вас тоже останется эта акция. Главное вот сейчас пройти по этой ссылочке. Выбрать для себя пакет, который вам подходит. Также те, кто оформляли заявки, тоже вы можете написать. И мы вам либо пришлем, либо кто бы рассрочку хотел. Тоже можно сделать рассрочку. Первый пакет А – переходите по этой ссылочке. Которую я вам сейчас прислала в чате. Сейчас пришли второй и третий. Что входит в раздаточные материалы? В раздаточные материалы входит описание всех техник. Вся теоретическая часть, которую будет давать Виктория Анатольевна. То есть там довольно-таки большой объем информации. То есть вам не нужно будет там записывать особо ничего. У вас будут материалы, с которыми вы можете пользоваться. И на консультациях, и при введении групп и так далее. То есть у вас будет уже конкретная информация, которую вы сможете тестить, литературу и так далее. Видите, там Виктория Анатольевна тоже нам ответила, что туда будет входить еще. Пакет Б. Туда входит участие во всех вебинарах и сертификат участника. Мы вам пришлем на e-mail. И пакет С, он, конечно, самый лучший. Там будут еще видеозаписи. Если вдруг вы пропускаете какой-либо один или два вебинара, то у вас будет дополнительно еще запись, которую вы сможете посмотреть. Но конспектировать можно только для себя. Не описание техник, а свои какие-то наблюдения, свои дополнения. Как можно эту технику еще в вашем случае ее трансформировать, улучшить, применить и так далее. Вы просто увидите и сможете записать карандашом что-то, какие инсайты произошли. А так конспектировать не обязательно, в раздаточном материале все будет. То есть в пакет С тоже действует акция. Вы можете зарегистрироваться, его себе забронировать. И как у вас получится уже сегодня желательно. Если нет, то завтра оплатите, у вас будет эта цена. Можете также делать предоплату, у вас тоже останется эта стоимость. Поэтому мы ждем вас, тех, кто идут на вебинар отлично. Видите, очень много информации на самом деле. Сама сейчас слушаю, много происходит инсайтов и понимания. Поэтому я надеюсь, что вам тоже понравилось. Мы благодарим всех, кто участвовал. И по поводу того, если кто решил дальше идти, поставьте, пожалуйста, плюсик в чате. И останетесь в чате. Я вам еще дальше расскажу, что мы предоставляем, что мы вам сделаем. Можно ли будет купить только записи вебинаров? Да, Руслана, можно будет купить только записи вебинаров. После курса на них будет тоже акция. Ну, нужно с вами связаться тогда. И чтобы мы вам сообщили. Вы можете меня добавить в скайпе. И я вам просто сообщу, ну, как они появятся сразу, какая стоимость и так далее. Вот, Елена, вижу ваш плюсик. Спасибо огромное. Вы смотрите, я сейчас включу захват экрана и вам кое-что еще покажу. Первое – это то, что у нас будет с вами группа. Группа будет у нас с вами в скайпе. Закрытая группа. И мы всех добавляем. Там будут ответы на вопросы. Вы сможете там получать ссылочку. И эта группа никогда не удаляется. То есть вы всегда можете обращаться или к друг другу, или к Викторе Анатольевне тоже задавать, может, вопросы и так далее. Если вы хотите сделать предоплату, чтобы у вас осталась эта акция до 15 февраля, до сегодня, до конца дня, вы можете здесь сделать любую предоплату, и у вас тогда останется эта акция. Да, там 500 рублей, 1000 рублей, 2000 рублей. Вы можете перевести с банковской карты, с кошелька Яндекс.Деньги или со своего телефона. Ну, то есть через эту форму вы вводите любую удобную там для вас доступную сейчас сумму, и тогда у вас остается эта акция. Если вы решили сразу оплатить, вы просто переходите на кнопочку, нажимаете «Оплатить сейчас», вводите свои данные, и у вас появляется выбор любого способа оплаты. Вы можете быть в любой стране, и вы можете выбрать Visa, MasterCard, самая актуальная, либо какая-то другая возможность, если у вас есть. Вы можете оплатить, перейти, ввести, и все. Мы после этого увидим вашу оплату, мы с вами свяжемся на почту, напишем вам, и вы тогда уже ответите, да, что и добавитесь в группу, мы вам все пришлем. Татьяна, да, вы, я видела, купили пакет, а, но если вдруг проблемы с интернетом, ну, вы же будете выходить всегда на связь и начинать, ну, мы будем смотреть, если вы на вебинаре. Если вы на вебинаре на этом не присутствовали, да, ну, мы вам пришлем, конечно, мы можем тоже, ну, если что-то действительно, ну, такого случилось, мы все понимаем. Вот, ну, просто у вас будет доступ ограниченный на конкретно, ну, сразу посмотреть эти два часа и все. Вот, ну, в принципе, все. В принципе, все. Если у вас есть вопросы, задавайте, пожалуйста, да, то есть мы еще пока на связи, задавайте, потому что курс, смотрите, мы курс проводим такой живой, один раз, и потом он продается в записи. То есть это реальная возможность задавать Викторию Анатольевну 8 часов любые вопросы, да, которые у вас возникают в практике, в семейном консультировании, да, в партнерском и так далее. Вот, то есть отлично, я думаю, что многим как раз, как раз сейчас будет актуально. Благодарю за вебинар, информацию, да, спасибо огромное. Еще раз, да, еще раз я вам отправляю пакет С, кто выбрал пакет С в чате. Первый, второй пакет Б. Да, я помню, Уле тоже очень захотела на курс, хотя параллельно сейчас обучаетесь, да, вы? Мы общались с вами. Здорово, что все получается. Вот, поэтому включайтесь, регистрируйтесь, все будет хорошо. Да, причем в двух направлениях, пишет Уля, да вокруг, ну ничего. Значит так. Хорошо, по программе, если есть еще вопросы, можете посмотреть, почитать, задавать. Вот, по следующим, вообще у нас есть еще много курсов с Викторией Голобородовой, которые провела, и МАК в консультировании при онкозаболеваниях. И знакомство с Миром МАК, там 8 часов практики, 50 техник в работе психолога. Тоже уже можете купить готовую запись, да. Вот по этой ссылочке переходите. И сказкотерапия есть. И МАК в работе с паническими атаками. Ну, то есть материал, ну, я считаю, наилучший сейчас, который можно при работе с МАК найти и пользоваться. МАК и коучинг есть. Ну, то есть выбирайте. Вот, а после курса где купить? А после курса где купить карты? Или, ну, вы тоже можете написать нам, смотря где вы находитесь. И если что, вы можете заказать в своем городе. Ну, либо мы вам что-то посоветуем. Вот, смотря где вы. Чтобы доставку организовать. Да, можно сделать доставку. Спешитесь со мной. Я сейчас вам дам еще, кстати, кому необходимо, ссылочку свою в ВКонтакте и в Фейсбуке. Вы меня добавите. Если вопросы у вас по обучению, по картам возникают, всегда пишите, я на связи с удовольствием отвечу. И вам помогу, если что-то нужно. Хорошо. Тогда всего доброго. Добрых снов. У кого уже вечер и ночь. До свидания. До встречи. 20-го числа. Будем очень рады и ждем вас. Продолжение следует. Продолжение следует...